Привет! Прошло уже полгода с момента презентации OnePlus 8 и 8 Pro, напомню, это было 14 апреля 2020 года, и вот ровно спустя полгода OnePlus анонсировал свою новую модель – OnePlus 8T. Буквально за первую минуту продаж в Китае купили телефонов на 14 миллионов долларов. Но при этом изменений как-то не так уж и много, сегодня все их обсудим, ну и вообще посмотрим, что OnePlus нам приготовил. Как-никак я 4,5 месяца проходил с OnePlus 8 Pro, так что сравнить явно есть чем. По традиции смотрим комплектацию, и вот тут и правда есть кое-что новенькое. В отличие от Apple, OnePlus пока не настолько зажрался, поэтому в комплекте лежит обычный силиконовый чехол, он правда совсем простенький и хлипкий, но на первое время пойдет. Конечно, тут провод для зарядки и новый блок питания аж на 65 ватт. В прошлом поколении зарядка была всего на 30 ватт, и такой прогресс в принципе радует. Заявлено, что за 39 минут телефон заряжается до 100%, примерно так и получилось, в районе 45 минут. OnePlus 8T только-только вышел, причем официально в России он, конечно, не продается. А вот у моих друзей из кит-бренда, в частности Василия, пожалуйста, ребята как всегда первые, и уже несколько штук есть в наличии в Москве. Ссылки на ребят оставлю в описании, любые гаджеты из Китая, Гонконга и не только, это всегда к ним. Переходим к телефону. Первое, что бросается в глаза, новый дизайн. Ну, как сказать новый, для OnePlus это дизайн новый, но теперь это получается такой Samsung Style, и вместе с этим пропала, ну, какая-то самобытность. 8T теперь выглядит просто как все. Такой унифицированный телефон, и это, конечно, отстой. Изюминка, это все-таки всегда хорошо. Но, как ни крути, в руках телефон лежит круто. OnePlus давно уже метит в такой премиум сегмент, и это ощущается. Рамки тут из металла, сзади матовое стекло, и размеры относительно прошлого поколения особо не изменились. Следующее изменение – экран. Теперь здесь AMOLED матрица, такого же размера, 6,55 дюйма, как и была, но зато герцовка теперь 120 Гц вместо 90. Прогресс? В принципе, да. Сильно ли это изменение? Ну, не особо. А еще OnePlus отказался от скругленных краев на экране, теперь это нормальный прямой экран. Все производители с этим, слава богу, наигрались, и все возвращается на круги своя. Зато, наконец-то, обрезанный вот этот Ambient дисплей, когда информация на выключенном экране отображалась только по тапу, заменили на полноценный Always-on дисплей. Теперь и время, и уведомления показываются постоянно, правда, изменить хоть как-то внешний вид пока особо никак нельзя. Ну и, конечно, телефон прямо из коробки идет уже на 11-м андроиде, и на Oxygen OS тоже 11-й версии. Кто пользовался OnePlus, знает, по плавности и удобству среди Android-смартфонов Oxygen явно находится в лидерах. Все действительно на уровне. Смотрим фронталочку. На бумаге камера не особо изменилась. Аккуратное отверстие сбоку, и модуль сам тоже на 16-мегапикселе, как и было раньше. Фронтальная камера OnePlus 8T, я не знаю, в каком она разрешении и качестве пишет, тут вообще никак нельзя выбрать. Но так, визуально, ну, во-первых, есть стабилизация, это должно быть, это все-таки OnePlus, который вроде как метит на флагманский уровень, небо засвечено, то есть HDR, ну, такой, его как бы особо нет. Ну, потом более детально сравним с тем же S20 FE. Но S20 FE, мне кажется, все-таки камера там фронталка попроще. Ну и сразу про мерцание. Обычно у OnePlus'а такая опция, как DC Dimming, спрятана куда-то далеко в лабораторию OnePlus'а, но здесь ее нет, и это настораживает. С другой стороны, шим минимальный, даже на низкой яркости цифры максимум 35-36%. Да, это как бы выше нормы, но берешь в руки S20 FE Samsung'а, получаешь шим выше 100% и в целом понимаешь, что все не так уж и плохо. А вот с влагозащитой тут непонятно. Официально никакой влагозащиты тут нет. Но на сайте американского оператора T-Mobile, который продает OnePlus 8T, указано, что телефон защищен по стандарту IP68. Честно говоря, сомневаюсь, что у OnePlus'а несколько сборочных линий, одна для Америки, остальная для всех. Скорее всего, просто именно американский рынок для них основной, и там они заплатили за этот сертификат. Хотя, пока это только догадки. В любом случае, на лотке SIM резиновая проставка имеется. Обычно вот в таких промежуточных поколениях процессор тоже обновляют, но в этот раз решили не менять. Как был Snapdragon 865, так и остался, плюс версию почему-то решили не ставить. Хотя, понятное дело, производительность и 865 хватит за глаза практически для любых задач, но раз уж это новая модель, хотелось бы видеть максимум изменений. Но самое странное в этом телефоне – это камеры. Ну, во-первых, нафига здесь две вспышки? Хоть модули аж 4 штуки, полноценных из них только 2. Это ширик на 16 мегапикселей и основной модуль на 48. А теперь, внимание, этот основной модуль Sony IMX586. Другими словами, это такой же модуль, какой стоит OnePlus Nord и даже OnePlus 7T. То есть, по сути, модуль двухлетней давности. И напомню, в OnePlus 8 Pro модуль стоял уже IMX689. И, вдобавок к этому, как и обычный OnePlus 8, обновленная Т-шка тоже не имеет телевика вообще никакого. Нет, фотографии получаются не совсем ужасные. В полном обзоре сравним с Galaxy S20 FE и еще с каким-нибудь. Напиши в комментарии, кстати, с кем именно хотелось бы видеть сравнение, а тестовые снимки – на экране. Чувствуется, что алгоритмы точно обновили, но хотелось видеть все же обновление на уровне железа, а не алгоритмов. Ну а теперь самое интересное – стоимость. Вспомним, за сколько сейчас вообще продается в прошлое поколение, а именно OnePlus 8 и 8 Pro. Заходим, как обычно, на e-каталог, сортируем по стоимости. OnePlus 8 можно найти от 41 тысячи за минимальную версию и от 45 за версию 12.256 гигабайт. OnePlus 8 Pro – 55 и 63 тысячи рублей, соответственно, цена в долларах на экране. Смотрим OnePlus 8T. Обычно все покупают его из Китая. Там телефоны стоят дешевле, а отличий, по сути, никаких нет. Так вот, модификации 8-128 телефон стоит официально 3400 юаней. Это если по курсу 40 тысяч рублей или 520 баксов. 12-256 стоит уже 3700 юаней – 45 тысяч рублей или 580 долларов. Это стоимость телефона именно в Китае. В Америке, в Европе они продаются за доллары и евро, но если ты живешь в России, это не особо выгодно. И вот стоимость еще, ну как бы окей, не очень радует, что изменений маловато. 120 Гц, Always-On Display, экран без скруглений, быстро зарядка 65 Вт, ну и по сути все. А беспроводную зарядку, например, так и не добавили. Окей, батарейка тоже стала чуть больше, теперь это 4500 мАч против 4300, что было в обычной восьмерке. По автономности еще прогоним в полном обзоре, но первоначальные цифры такие. Два часа игры, один час фото и видео, то есть в сумме 3 часа экрана, и телефон разрядился до 29%. Пока не густо. Если есть вопросы, задавай их в комментарии, заодно расскажи свои впечатления, как тебе OnePlus 8T. Для меня, ну, пока неоднозначно. Сделаем прям полноценный обзор, тогда и расставим все точки над «и». А теперь увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok